Сегодня речь пойдет о произведении, которое многие ошибочно считают плодом народного творчества, а то и вовсе блатной песней. Пожалуй, такое определение – лучшая награда для авторов песни, которая называется «Шаланды». Каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом пойдет, я вам не скажу за всю Одессу. Одна из самых одесских песен написана ленинградцем Никитой Богословским и киевлянином Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Сценарий песен не было вовсе, но потом режиссер Леонид Луков попросил написать песню для сцены в «Землянке». Так в картине появилась «Темная ночь», блестяще исполненная Марком Бернесом, игравшим одну из главных ролей. Однако еще до выхода картины на экран «Темную ночь» начал исполнять Леонид Утесов, и режиссер решил, что для зрителей утрачен эффект внезапности. Поэтому герой фильма Одессит Дюбин должен спеть еще одну песню, совершенно контрастную, но такую же яркую и запоминающуюся, в стиле одесского фольклора. В газетах поместили объявление с просьбой всех, знающих одесские песни, явиться на киностудию. На следующий день пришло множество людей, от почтенных интеллигентов до сомнительных типов. На основе услышанного Агатов и Богословский и написали шаланды. Авторы песни и ее первый исполнитель так точно уловили интонации, что даже недоверчивые одесситы приняли песню как родную. Несмотря на то, что Бернес допустил просто оскорбительную ошибку, спев вместо «Одесса» — «Одесса». Но потом исправился и на всех концертах пел уже правильно. Картина «Два бойца», снятая в эвакуации за два года до победы, стала первым фильмом, утверждающим, что на войне не только сражаются, но и живут. А ее песни выстрелили в вечность, и Бернеса, уроженца Чернеговской области, стали считать одесситом. Музыкального образования у него не было. Бернес окончил театральные курсы, с середины 30-х стал сниматься в кино. После успеха фильма «Два бойца» Марк Наумович начал активную концертную деятельность. С поразительной душевностью он исполнял песни, ставшие классикой советской эстрады. «Любимый город», «Спят курганы темные», «Путь дорожка фронтовая». Но в конце 50-х началась травля артиста. Бернеса обозвали шептуном у микрофона. Почти два года он фактически нищенствовал, пока гнев чиновников не сменился на милость. Бернес записал еще несколько своих фирменных песен, снялся в кино, но здоровье было потеряно, и жизнь оказалась не такой долгой. В 50-е годы культурная жизнь в стране резко активизировалась, и шаланды поплыли из репертуара в репертуар. Песни исполняли самые популярные артисты страны. Однако же превзойти шептуна у микрофона не удалось даже лучшему голосу советской эстрады. Я вам не скажу за всю Одессу. Судьба авторов сложилась по-разному. Никита Богословский написал ряд песен, ставших классикой. Прослыл организаторам далеко не безобидных розыгрышей, а в жизни композитора, по его собственному признанию, не было драмы трагедий. Поэт Владимир Агатов, такой же весельчак и балагур, буквально после выхода картины «Два бойца» был арестован за двусмысленную шутку. В лагере он, как автор песни про Костю Моряка, пользовался авторитетом. После разоблачения культа личности вернулся в Москву больным и сломленным человеком и прожил недолго. В разгар войны сочинить стихи про беззаботную одесскую жизнь, написать бесшабашную музыку к ним и донести песню до слушателя могли, конечно же, люди, верящие в торжество жизни. И жизнь торжествует. Шаланды – это исключительно праздник. Это шутки и веселье. Об этой новости неделю Везде шумели рыбаки На свадьбу грузчики надели Со страшным скрыпом башмаки Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика День и ночь гуляла в сапер-рессы На веселой свадьбе моряка Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика День и ночь гуляла в сапер-рессы На веселой свадьбе моряка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова